Общение Добрый день, друзья! С вами Альмира Джанзакова, и сегодня самый лучший день в нашей жизни. Умей находить радость, чтобы привлечь счастье. Альмира Джанзакова увлекается духовными практиками, танцами, рисованием и флористикой, занимается йогой и плаванием, выигрывает тендеры, читает и вяжет, мечтает совершить кругосветное путешествие. Как телеведущая раскрывает тему «Счастливый случай». И сегодня мы узнаем, из чего складывается счастье известного шоумена, телеведущего, автора собственных проектов, Фима Иванова. Добрый день, Ефим! Да, здрасте! Ефим Иванов, казахстанский телеведущий, журналист, актер, поэт, блогер. Начал свою деятельность в 2007 году с модельного бизнеса «Казахстан Fashion Week» и съемок в рекламе. Спасибо, что заглянули к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, о ваших текущих проектах. Сейчас у меня только проект на «Денгри Ньюс». Мы создаем такие чуть-чуть необычные интервью, но, может быть, нас сравнивают с дудем. Но я о таких проектах говорил очень давно. Просто наш казахстанский менталитет, вот всего появится. Они говорят, нет, нельзя это убрать, вы что, политиков нужно только об этом спрашивать. Мы такие молодые, прогрессивные, поэтому мы говорим обо всем. Начиная от каких-то тем, которые происходят у нас в Казахстане, заканчивая личным. Это алкоголь, секс. Расскажите, пожалуйста, о вашем последнем проекте на 31-м канале. Ой, ну там такое «Мамочка-шоу». Вот, все ведущие девочки. А вы для мамочек вели шоу? Ну, типа того, да. Я, Аш Матай, Адель. У них шоу состояло из рубрик. У каждого была своя рубрика, у меня была кулинарка. Так как в 16-м году я стал лучшим поваром Казахстана. И, соответственно, я рассказывал девчонкам, как правильно и быстро готовить еду. Вот и все. А какое ваше любимое кулинарное блюдо, которое вы готовите? Ну, такого нету, я все готовлю. Я очень люблю кед и все, что с ним связано. То есть я вообще не умею печь. Этим занимается у меня супруга, она тоже очень хорошо готовит. Она меня на бешбармак подсадила. Я раньше фукал, говорю «Вля!». Потом она показала, как готовит его ее мама. И с тех пор, наверное, это одна из коронных блюд. Я очень хорошо готовлю стейки, рыбу. Хотите, я баран запеку? То есть не проблема. Как вы готовитесь к беседе перед камерами, перед съемками? Обычно я… Вы имеете в виду про интервью? Про интервью, да. Со звездами нашим Казахстанского шоу-бизнеса. Ну, видите, у нас… Я в первую… Первая программа, которая у меня была, она была очень скандальная. Это «Охота на свет». Мы ставили звезд в неудобное положение. То есть мы там могли… Это было неожиданное что-то, да? Да, конечно, мы не говорили. У нас были абсолютно все. То есть какую ситуацию сейчас вспомнил. Стоял Тимати, я стоял перед ним и сказал, вот мы находимся, бла-бла-бла, на какой-то тусовке. И вот сзади меня Тимати. Но это не наш формат, мы не будем брать у него интервью. И он так смотрит, типа, я же Тимати. Это было здесь, в Казахстане или в Москве? Да, я же Тимати. Нам пофиг. Вот Косте Крюкову мы спрашивали, мы могли девочкам заглянуть под юбку. То есть с тех пор мы… Ну, то есть я смотрю… Девочки нас не били? Ну, у нас были скандалы, вот что, на нас суд подавали. Нам говорили, что это полностью вот не наш стиль, не наш формат. А спустя, наверное, три месяца у нас были такие рейтинги, что музыкальный канал боролся с такими, ну, то есть первыми-первыми каналами у нас в Казахстане. Тогда директор у нас был Адиль Дьян. И, ну, то есть он со своей командой творил очень хорошие вещи. Это были бешеные рейтинги. Спасибо, Ефима. Скажите, есть ли у вас какая-нибудь собственная фишка, как у телеведущего? Я даже не знаю. Какой-то своеобразный подход, чтобы это было забавно с ним? Наверное, не надо судить, а телезрителям, когда на меня смотрят, говорят, а вот он там… Ну, может быть, ваш какой-то такой вопрос с подковыркой, который вы любите задавать? Всегда разные, всегда разные. Импровизируете? Нет, ну, лучше импровизация – это заранее подготовленная импровизация. И мы, ну, то есть даже к таким вот глупым вопросам, которые мы задавали, с какой-то подоплекой, мы тоже готовились. На месте я подхватываю очень хорошо, конечно. Я смотрю по ситуации, как люди реагируют. Так, чтобы вот я сказал, я задаю одно и то же, такого нет. Ну, вот в последнее время мы очень часто спрашиваем о том, не хотели бы вы уехать из Казахстана? Потому что наши звезды… Ну, кто-то хочет действительно уехать. Потому что, ну, такая какая-то, не знаю, странная полоса, что ли. Все смотрят на Запад, а мы вот зациклены только на тайских песнях. А я говорю, что мы можем стрелять, и чтобы о нас узнал весь мир и СНГ. У нас очень много талантливых девушек, которые, парней, которые нереально хорошо поют. И вот эта однобокость, она немного напрягает. Кто-то думает, кто-то не думает. А вы сами хотели бы уехать из Казахстана? Да у меня много было возможностей уехать. И я даже не знаю, тяжело ответить. Так, я бы, может быть, уехал бы поработать, но вот прямо… Например, в каком направлении, в какой город, где бы вы хотели поработать, пожить? Ну, это, наверное, киноиндустрия какая-то. То есть ехать в Россию, мне предлагали работать на музыкальных каналах, но это опять заново начинает туда ехать, как-то все на это смотреть. Это было очень давно. Мне предлагали в Дом-2 идти. Тогда я вообще думал, что я там потерял. Это была бы особая такая популярность, Дом-2. Да, да, да. А вон, смотрите, дегенераты. Ну, то есть есть какой-то проект, вот как наши ребята летают в кино сниматься. Так бы я с удовольствием. А место, ну, мне кажется, да без разницы куда. Вот буквально две недели назад мне позвонили, не помню какой канал. Они должны были снимать Узбекистан, Кыргызстан и Восточный Казахстан проект. К сожалению, я сам улетал, мы снимали в Египте. Я сказал, ну, вот так вот карты легли, что оно не получается. Остались ли вы работать в Египте? В Египте? Ух, нет, нет. Хорошо, а в какой стране вы бы хотели поработать? Где, чтобы нефть сразу била в меня? Ага. В Ангустовской области. Отдельное государство, да, в Ангустовской области? Нет, ну, я не знаю, ну, мне, если предложили полететь в Китай поработать, посниматься, в Таиланд, я бы с удовольствием это сделал. Происходили ли у вас во время съемок какие-то курьезные, забавные случаи, такие неожиданные? Первый случай, который я вспомнил, это фильм «Фейк» о неразделенной любви в интернете и в жизни. Вот, и у всех лежали рации, и там была ситуация, мы там по заводу что-то ездили на каких-то машинах, и там должны были нас сопровождать полицейские. Мы не знали, что полицейским тоже дали рацию. Я в рацию говорю, ребята, а кто мусоров позвал? Круто. Такая тишина, и говорит, какие мы вам мусора? Отвечают в рацию. И они обиделись, они обиделись и уехали. Не стали сопровождать? Нет, они должны были догонять, вот, и потом я говорю, а я думал, что кто-то шутит это, ну, то есть я же не понимаю, что у полиции тоже есть. Я же не со зла это сказал. Ну, вообще в фильмах, в фильмах, вот есть на российском телевидении, есть фильм, называется «Мусора». Ну, то есть все знают, как их называют. В фильме никогда не будут говорить, ну, там, гражданин полицейский, да, ну, это прям вот, ну, за глаза, мне кажется, очень мало кто-то говорит. К сожалению, да, потому что должны все-таки, ну, уважать закон. Я думаю, что это шутят. Я говорю, ну, тогда как позвать, там, мусорята или... Там такая истерика, режиссер бежит, Фима, что ты делаешь? Ну, вот такая ситуация, это вот все, что я вспомнил. А расскажите, пожалуйста, о вашем детстве, кем вы мечтали стать? Оно, наверное, у меня такое вообще... Я в детстве никем не мечтал стать, вот, серьезно. Полицейские мне мечтали стать? Нет, я с центрального Казахстана, город Приозерск, на Балхаше вырос. Я с детства работал, поэтому у меня, мне кажется, были чуть другие цели. Ну, вообще, я не думал, что я вырасту и стану там пожарником. Нет, я думал, сейчас я докурю сигарету и пойду, ну, к тому дядьке. Хорошо, тогда поделитесь планами на будущее. Ну, мне очень нравится развиваться в творчестве. Я пытался читать рэп. Наверное, было года четыре назад, мы записали трек с Кенталом. Талга очень талантливый парень, он шикарно спел, и я все испортил. Вот все, что можно было испортить, я испортил. Мне друзья сказали, Фима, это не то, что не твое, просто ты никогда больше никогда не занимайся рэпом. А расскажите, как вы отдыхаете, вот как вы проводите ваш досуг дома? Ну, я чаще с семьей, мы очень любим поезжать на природу, и мы очень любим собирать гостей. К нам часто приходят гости. Готовлю по заказу, как говорится. По заказу супруги гостей? Нет, по заказу, да, гостей, потому что, ну, супруга тоже иногда говорит, ну, все, надоело твое мясо. Да, сделай там рыбу или еще что-то в этом роде. Тогда, тогда да. Ну, чисто такой обычный, семейный, дружеский отдых. Расскажите, поделитесь, в чем для вас заключается счастье? Счастье, мне кажется, это в окружении, которое рядом с тобой. То есть, какие-то ценности, конечно, иногда, ну, кажется, что ты вот сейчас купишь, и ты будешь счастлив. На самом деле, нет. Мне кажется, люди, которые тебя окружают, твоя семья, твои дети, когда ты с ними играешь, когда ты смотришь на них, как они там радуются, как они там говорят, папа, папа, это так супер, или ты там просто подкидываешь своего ребенка, или борешься с ним, и он улыбается. Вот это вот счастье. Счастье, оно такое простое. Есть, конечно, такие моменты, когда ты куда-то вот выезжаешь, ты смотришь на природу, ты смотришь на то, что происходит. Мы очень любим наши горы. Тоже испытываешь счастье. То есть, это общение больше, общение как с друзьями, так и, мне кажется, я имею в виду друзья, семья, близкие тебе люди, так и с природой. Я очень ее люблю. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, вы в Египте фильмы снимали где-то на берегу Красного моря? Мы там не фильмы снимали, мы там снимали юмористические ролики. Ну, мы там везде снимали. На берегу океана были съемки? Там море, да, да, конечно. А смотрите, есть такой небольшой тест. Давайте поиграем. А что бы вы делали, находясь на берегу океана? Как бы морской бриз, прекрасное море, шикарная погода. Ну, я был, я плаваю обычно. Просто плаваете? Да. Я очень люблю волны. Если это океан, он всегда неспокойный. И мне очень нравится чувствовать его мощь. Тут самое главное, наверное, думать головой. Вот. А так, чем больше волны, тем круче они меня манят. Вы знаете, здесь есть такая немножко трактовка, расшифровка. Океан, ваше отношение к океану, это то, как вы относитесь к сексу, как вы занимаетесь сексом. Кто ваши любимые животные? Кошки все-таки. Я и собак люблю, но все-таки, наверное, кошки. Почему кошки? За что вот именно кошки? С ними гулять не надо. Да нет, ну, это спокойные такие животные. Конечно, не все породы мне нравятся. У меня просто две кошки. Скоттиш фолт и скоттиш страйт. Сами по себе. Во-первых, они очень любят детей. Вот, наверное, больше почему. Детям позволяют абсолютно все. И практически не царапают даже. Если, ну, пьют, играют только подушечкой. Поэтому особо не переживаю, что там кошка что-то сделает. Вы знаете, какие-то сумасшедшие там сиамские, когда там по ноге бьют, расцарапываются. Ну, это же бред. А так, ну, свою кошку я лично спас. Вот, поэтому она уже несколько, 8 лет живет. По-моему, или, да. Восьмой год. На первом месте кошки. На втором месте, вот, какое ваше близкое, любимое животное? Ну, давайте собаки. Собаки. Я очень люблю лабрадоров. Почему собаки? Ну, есть же такая даже пословица, что человек – это такое существо, которое предает, которому без разницы все. А собака – это одно из животных, которое очень сильно предано. И она за тебя будет и драться, и там умрет, жизнь отдаст, в отличие от человека. Поэтому кошки, может, тут тоже жизнь отдадут, но сначала хозяина как бы заводят. Ну, кошек 9 жизней, они их отдадут. Она сама. Ну, вот, наверное, за преданность. И на третьем месте? Мне очень нравятся беркуты или орлы. Очень такие сильные, да, сильные птицы. С характером, да, который очень, ну, во-первых, тоже борется за все свое. Поэтому мне кажется, что вот… Мне бы зрение, как у орла, конечно, вообще идеально было бы. Представляете, если бы я был мутантом, я бы был кошка, кошка-собака, орел. Орложка. 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 Смотрите, здесь тоже есть такая расшифровка. Первое, ваше любимое животное и кошки, которых не нужно выгуливать, это то, как вы думаете, что люди думают о вас. Это вот как вы думаете, что люди окружающие думают о вас. А второе, собаки, это то, как на самом деле люди к вам относятся. Ага. Как бы, наверное, любят вас за, может быть, преданность, ну, если вот так рассматривать. А третье, сильная птица-орел, это тот, кто вы есть на самом деле. Ничего себе, орла-кошка. Ну вот, орла-кошка. Спасибо большое, Ефим, вам за беседу, такую веселую, интересную. У нас в гостях сегодня был Ефим Иванов, очень обаятельный, перспективный ведущий, шоумен. С вами была программа «Искусство интервью» и Альмира Джанзакова. До новых встреч. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды». Приглашаются желающие старше 25 лет. В программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова